добрый день друзья по многочисленным просьбам моей студии вот я сделала небольшой такой как сказать экскурс в работу со смартфоном по работе с референсом большую такую лекцию картинками потому что ну я понимаю что кто работает с компьютером и смартфоном по работе и мало молодежь конечно проблем ни у кого не возникнет а вот именно есть несколько человек то вот только недавно приобрели смартфоны в группе я думаю что ну кто-то кто-то просто особо не тем не сказать не думает о том чтобы как-то углубить эту тему углубиться мне углубиться так сказать вот поэтому немножечко вот я расскажу сейчас о том как работать как найти картинку и как с ней как ее обработать смартфоне в своем ну и так вот референс я напомню вам это любое изображение которое вы берете для того чтобы с ним поработать то есть это может быть фотографии и картинка другого художника ну напомню про авторские права считается что по моему 35 лет надо будет уточнить художники например чьи работы ну уже больше то есть если это не оговорено да вы ищите в интернете и можете использовать это для себя не для коммерческого конечно использования потому что продавать такие вещи как бы есть некоторые права которые надо соблюдать на законы и так я вот решила по этому поводу как раз взять свой сайт и вот здесь потихонечку я покажу вот я набрала искомый сайт в данном случае artmars.net и вот здесь вот сайт у меня старый но неважно на нем в общем можно все просмотреть все функции есть более современные какие-то не важно вот и так вот здесь вот в левой колонке вот можно набрать найти то что то что представляется на сайте на правой фотографии вот я показала стрелочкой то что я там прочитала да то что что мне надо найти живописным смотрим дальше вот я увеличила то есть тут вот живописи есть роспись по шелку вот я если я нажала здесь на живопись натюрморт пейзаж композиция и так далее вот нажала и вот получается такая картинка то есть вам нужно кликнуть на это пальцем или чем вы пользуетесь карандашиком специально для смартфонов дальше вот я кликнула и вот выбрала я все-таки роспись по шелку и вот здесь вот тоже есть две две такие функции то есть две возможности на это у меня здесь роспись по шелку композиции и отдельно платки ну вот я выбрала композиции вот я кликнула дальше у меня выходит вот такая галерея то что у меня там загружено вот я выбрала картинку которая справа сейчас я увеличу на следующий то есть я вот на нее кликнула и вот она таким образом у меня на экране появилась и так вот сохранить знаете что когда вы нажимаете на фотографии например глядя в фейсбук там вы нажали и есть такие три точки но это это я отдельно сделаю поэтому передачу если кто не знает данном случае мы займемся вот именно сохранением с телефона картин конкретный ну вот и для того чтобы вот эту картинку отобразить и и сохранить у тебя в галерее в телефоне чтобы она у вас присутствовала да вот вам нужно ее к себе вот каким-то образом сложить ваш архив а вот вы открываете на смартфоне вот эту функцию то есть нужно провести сверху вниз по крайней мере у меня тогда и вот вы увидите вот эти значки и сейчас я вам покажу вот ну тут синим синим обозначено то что работает у меня в данный момент черным то что не работает на на все знать что такое режим полета и так далее то я сейчас не буду углубляться в это и так дальше вот такое слово которое не все наши как бы сказать слушатели знают скриншот на некоторых телефонах на некоторых экранах это написано фото с экрана то есть но это перевод скажем тогда то есть скриншот это фотография с экрана как который то вы сейчас непосредственно смотрите и так вот запомните вот эту обозначение вот там ножнички да и такой экран то есть фактически это вот вырезать с экрана вам нужно и вот вы нажимаете на вот эту пальцем на эту кликаете на это значок и вот вот эта картинка которая сейчас у вас на телефоне она у вас как бы показывается внизу экрана и вам нужно ее то есть вы должны провести по ней она у вас сохранится где она вас сохранится сейчас вам покажу сохранится она у вас в альбомах скорее всего ну или она у вас и так сохранится вы видите но где вы можете ее искать вот есть альбомы и вот нас справа я обвела это вот отдельный альбом у меня например есть со скриншотами то есть все скриншоты которые я делаю то есть фотография с экрана сохраняется у меня в этом альбоме вот я сохранила себе этот эту картинку видите поехали дальше теперь мне ее нужно обрезать то есть мне нужно обрезать то что мне лишнее не нужно то есть ну как правило фотография ровная собственно это вы можете обрезать ее и в любом как бы ну любую фотографию свою можно так вот кадрировать да ну вот посмотрим что у нас да вот вы нажали на сейчас я вернусь да вот здесь вот а есть такая вот там я ввела вот этим оранжевым цветом называется обрезка да и вот к стрелочкам я показала тем контуры по которым нужно провести для того чтобы убрать лишнее изображение на экране на вашем дальнейшем изображении вот то есть вам нужно как бы поставить вот эту линию по краю того что вы хотите получить и так вот справа я уже снизу срезала этот поставила 44 варианта как я по понемногу срезаю да то есть я подрезала не с лишней вот здесь вот видно дальше я подрезала уже у меня здесь верха нету видите и последнее изображение вот то что искомое собственно и нужно было мне да то есть я отрезала с лишние с экраны у меня вот сохранилась вот такая картинка которая у меня сейчас справа дальше для того чтобы ее на распечатать что вам нужно теперь вы в своей галерее находите эту картинку и вот внизу есть такой значок он используется для того там кто-то это знает прекрасно это для не новость естественно да но для тех кто не знает как это делается нажать на эту картинку надо и вот то что сейчас справа у вас получится вот в изображении куда вы это отправляете да вот тут есть фейсбук ну так далее вот там можно будет просмотреть нажимая вот на вот эти точечки то есть куда это можно отправить на данном случае у меня есть такая тут функция письмо себе не у всех она кстати есть мы смотрели когда вот встречались на занятия когда сохраняли таким образом можете просто в почту отправить и там отправить себе то есть я так часто делаю и просто свой адрес набирается и она вам пришлется из отправленных придет во входящие и так вот мы получили вот эту картинку прислали ее себе на почту она теперь у вас что мы можем еще сделать с ней вот тоже очень такой важный момент в разную естественно в разных видах смарт на айфонов смартфонов сесть на программ разные но значки как правило как правило там просто нужно исследовать и посмотреть вот есть такая функция например вы нажимаете на сейчас я посмотрю вот есть вот здесь на левом такая вот как бы ну редактировать изменить эти карандашик в серединке это вот слева на картинке и то что у меня введено а вот то что посредине это я просто отдельную передачу этому посвящу возможностям до работы с картинками и так вы нажали на это и вот у вас такие значки выскочили значит поворот обрезка что у нас там фильтр ну и так далее это отдельно по программе нужно вот в данном случае я нажала слово фильтр ну скорее надо даже по значкам запоминать как потому что опять же везде в разных программах она значки остаются но они могут быть расположены по разному или там функции с функциями уже разбираться но значки у всех одинаковые вот это вот собственно нужно узнать что я здесь делаю вот нажав на это слово фильтр меня вот сейчас как слева картинка у меня возникает вот такой ряд то есть мне предлагается посмотреть на мою картинку в черно-белом изображении вот в таких есть есть совсем серая такой сближенная то есть черно-белом да вот я могу часто кстати показываю на занятиях определить количество светлого темного тона в этой картинке вот здесь вот это все усилено кстати вот на руслом занятии в студии я как раз вот это и показывала тоже когда мы очно занимались так ну и вот после ну как сейчас тоже не буду на эту тему много говорить есть вот такая тоже функция в этих же в этих же фильтрах много всяких возможностей но в том числе есть называется у меня сейчас его в последней версии его убрали но вот как раз в моей версии то есть и надо просто посмотреть что там есть вот есть такая функция как посмотреть например в черно-белом карандаше в пастели просто в карандаше в акварели но акварель здесь такая достаточно так скажем не очень хорошая программа но вот я люблю тоже смотреть на картинки какие-то вот в таком виде да ну вот это просто больше так для общего развития сейчас вот но опять же вот по обратно пройдемся раз посмотрим вот это вот у нас черно-белый вариант который вы уже картинку которую вы же получили и можете с ней работать дальше то есть и обрезали она к вам пришла она уже вас живет вашей галерее вот это вот как было как ее от отправить это вот как как мы обрезаем эту картинку то есть лишнее убираем то что у нас на скриншоте получилось это вот где у нас хранится альбом где у нас хранятся фотографии еще раз это вот сам значок скриншота то есть это вот экраны ножнички ищите у себя их обо это очень полезная функция без неё ну я например просто без нее не его не делаю когда я работаю но поскольку я смартфоне все время практически работают это очень удобно так это вот картинка сайта ну и как я на сайте в данном случае на своем искала эту картину и так еще раз что такое референс вы его теперь знаете и как как его обработать у себя в вашем смартфоне айфоне про компьютер это отдельно немножечко вот но остановимся на этом и это интересно еще я вам по этим функциям следующий раз тоже сделаю я думаю что это будет полезно ну и так всего хорошего попробуйте просто для тренировки несколько фотографий там одну две три попробуйте сделать отослать а потом можно распечатать это я тоже отдельно расскажу но тоже не все общем-то это умеет хорошего до свидания